Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Адаминато Спейс и лучший друг Даймастаса Альфонс. Да, и сегодня у нас будет обзор на легендарный набор Лего Гарри Поттера. 7-5-9-4-5. Так называющийся Экспекта Патронум! Я бы сейчас как Палпатин из Войн Клонов Тартаковского сделал, так бы ухо почесал, сказал бы, да, я это слышал. Вот, но мы не в Войне Клонов Тартаковского, хотя вот кто у нас тут есть. И сегодня мы посмотрим на этот обзор, на этот набор. Экспекта Патронум! И давайте без лишних рассусоливаний, пока Альфонс не убил ни Гарри, ни еле живущего. А куда ты его? У него же сушняк. Что, да, ставь его в покое? Зачем ты его баночку забрал? Ставь в покое этого, если у собой какой. Давайте сперва посмотрим на мини-фигурки этого набора. Я расскажу вам про дементоров, а Альфонс расскажет про Гарри. Только я дополню про дементоров, очень интересная вещь. Видите эту детальку? Дело в том, что в наборе какая-то там станция Гиблартар на Жнеце есть ровно такая же деталь. Если вы хотите для своего Жнеца эту деталь, то лучше купить этот набор. Это будет настолько лучше, чем по Гиблартар, насколько это возможно. И с этим я солидарен. Сам же дементор выполнен очень классно. Мне бы было еще здорово, если бы... Ну, мне бы, конечно, я бы порадовался, если бы у него с двух сторон был плащ, и можно было... Как в старые добрые времена, когда первые только дементоры были. Да, вот чтобы вот так было спереди и сзади. И тогда была бы атмосфернее, у него бы рука чуть-чуть отсюда виднелась из дырочки. Ты можешь на них два плаща надеть. Ну да, можно два плаща надеть на одного дементора, и тогда другой дементор будет голенький. Я жнеца его разобрать. В принципе, да, это тоже возможно. Но пропечатка довольно классная, точно так же, как этот эффект его призрачной сущности. Ну и сзади у него пропечатки нету, потому что, ну, в принципе, зачем тут плащ? Это же дементор. Да, и в принципе... Он никому не нужен. Его никто не любит. Вообще, дементоры очень классные фигурки, мне нравятся. Так что у нас в наборе два дементора. Абсолютно одинаковых. Да, так что можно с ними армию клонов собирать. Ну, давай, Инфонс, расскажи нам про этого маленького Гаррика. Что ж, Гарри Поттер. Точно не могу сказать, попадался ли я абсолютно такой же в других наборах, но что так. Он в обычной кофте, таких, наверное, дофига в Лего Сити, но я не уверен. Обычные детские ножки, при том, которые сгибаются, которые появились недавно в Гарри Поттере. И, по-моему, у него два лица. Одно такое слегка напряженное, другое жутко довольное. И, конечно же, шрам. Раньше он, кстати, был огромным, он просто с собой все закрывал. Ну, теперь он более каноничный. Да, и волосы тоже были каноничные, закрывающиеся этот шрам. Также офигенные палочки. Раньше это просто здоровые палки были, а теперь вот. Примерно такие. Ну, и пора поговорить о ком. О Сириусе Блэке. Для Доминато Спейса эта фигурка особенно цена, благодаря его волосам. Потому что они идеально подходят, я в шутку так сказал, для Энакина Скайуокера, персонажей из Звездных войн. Ну, а сначала мы сделаем обзор на Сириуса Блэка. На его теле мы можем заметить обычную тюремную робу из Аскабана, поверх которой либо пальто разорванное, либо еще что-то. Я фильм давно смотрел, точно не знаю. И на нем либо это браслеты, либо татуировки, тоже, простите, не знаю. И у него два лица. Одно такое разъяренное, другое довольное и спокойное. По-моему, он достаточно похож на себя из фильма. Единственное, у него так кости торчали, что было прям заметно, что он вервульф, то есть оборотень. Но эта фигурка тоже офигенная. И давай сделай тут лимфальное отрывание волос. Вот у нас Энакин. Как сделать вашего Энакина круче? Снимайте волосы из войны клонов, отдаете Сириусу Блэку, берете эти офигенные волосы, а и ваш Энакин готов. Он готов идти в самые лучшие анимации, в самые лучшие стойки для 501-го легиона. Ну, перейдем к самому набору. Начнем от менее интересного к более. В нем находится такая маленькая деталька, где немножечко водички, камешки, камыши и деревца. Я даже не знаю, что сказать. Деревца, но она выглядит прикольно, пускай и плоская, как в Call of Duty, но, опять же, довольно интересно. Сделано и выглядит красиво. Другое дерево более интересное, пускай и так же, ну, довольно простенько сделано, и тоже плоско, как в Call of Duty. Потому что на нем находится вот такая вот деталь, вся в блестках. Это сила патрона Магарри. Потому что она вот так называется... Давай туда Гарри засунем. Да. Неважно. И она стреляет, как бы это было неочевидно. Поначалу кажется, что она слишком большая и будет стрелять плохо, но она отлично стреляет, потому что на нее в конце находится вот такая маленькая пимпочка. Точно не знаю, как деталь в лего называется, напишите, если знаете. Пимпки называются. Ну, по-моему. И теперь самая интересная вещь. Экспекта патронум Гарри Поттера. Он на себя представляет гордого оленя, который тоже весь в блестках, имеет прозрачно-голубой цвет. Но единственный его небосстаток то, что у него резиновые голубые рога. Конечно, олени их сбрасывают, но это немножечко портит фигурку. А так олень очень интересный. Вот это вот снимается, и можно кого-то посадить. Например, Ленокина с волосами. Опять же шутку. Сириуса Блайка. Так что вот такой вот офигенный Экспекта патронум Гарри Поттера. Что хочется сказать в общих чертах, не поспоряться на подстройках. Они интересные, неплохие для такого небольшого классного наборчика. И похожи на то, что был фильм. Так что, друзья, мы благодарим вас за внимание. Ждите новых обзоров на серию Лего Гарри Поттера. Советовать этот набор к покупке можно каждому фанату Звездных войн. А, Гарри Поттера. И, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...